Мы с вами говорили во время первой передачи этого коротенького цикла из трех передач, что фактически гордыня в православном понимании этого слова, в сущности, есть нарциссизм в понимании Фрейда, более поздних психоаналитиков, короче говоря, в светском понимании. И много говорили о нарциссизме. Потом, во второй программе, я позволил себе сказать, что самолюбие – это не некое чувство, не некий воздушный шарик по Вольтеру, который стоит его чуть-чуть задеть, и он сразу лопается с громким звуком. На самом деле этот шарик – это и есть тот самый нарциссизм. Что-то вроде «Я тоже человек, не оскорбляйте меня». И так как это ощущение относится к области нарциссизма, то мы с вами говорили, что самолюбие – это некоторый текст, что это некоторая иерархия ценностей. Текст вообще иерархичен. Нельзя сложить предложение просто так, обыскладывается. Его надо сложить с некой иерархией. Сказуемое, подлежащее, существительное, глаголы. Мы это делаем автоматически, но тем не менее, любой текст подразумевает иерархию, а любое самолюбие подразумевает некоторую иерархию ценностей. И вот я пытаюсь сказать, что в сущности своей иерархию ценностей, ну так как мы ее понимаем, даже самым примитивным образом. Ну, например, единственным смыслом моей жизни являются деньги, но это автоматически значит очень многое другое, очень много других всяких разных текстов, потому что, например, деньги должны работать, стало быть, деньги нужно вкладывать. Всегда самолюбие – это некая иерархия моих ценностей. А смирение в религиозном смысле этого слова, ну, по крайней мере, как мне думается и чувствуется, это такая человеческая иерархия ценностей, в котором ты понимаешь, что тебя создал Бог. Если говорить о светском понимании, то есть о понимании психологическом, или, если хотите, психоаналитическом, о понимании аналитической юнговской психологии, то получается такая интересная штука, что самость, по сути своей, и есть зона контакта человека с Богом. Юнговская самость, архетип самости. И пуповина, я всегда говорю, которая ведет человека к Богу. И поэтому подлинное смирение – это иерархия, которая включает себя как вершину, не деньги из моего примера, а Бога. И тогда человек может выстроить некую сложную иерархию своих собственных ценностей. Это не обязательно он называет это ценностями, это могут быть смыслы, семантика, содержание жизни. Дерзновение – это попытка реализовать талант, данный человеку Богом. Хорошо, коллективным, бессознательным. Еще психологи, особенно трансперсональщики, замечательно, кокетливо называют это же, вот это, внутренним ресурсом. Есть такой большой архив радиопередач у нас на сайте, что вы можете послушать целый тренинг по божественной комедии, или почитать книжки, которые я попробовал на основе этого тренинга написать. Но я хочу сказать, что по Данте смирение – это смирение перед любовью. Или смирение любви. Все очень просто, таково любое смирение. Причем у Данте это относится не только к живым и теплым людям и человеческим телам, но и к абстрактным и универсальным категориям, таким как Бог или сама любовь. А вот это – смирение любви к людям. Любовь к эхо, даже если это самое эхо говорит нарциссу, очень нелицеприятные слова. Разве это не счастье? Мы говорили во время прошлой передачи. Это столкновение двух самолюбий. Что демонстрирует Христос? И то, что удалось Николаю Ивановичу Ге передать, просто потрясающе, на мой взгляд. Смиренное самолюбие Христа. Кажется, это невозможно нарисовать. Смиренное самолюбие. Но это смиренное самолюбие человека, который понимает, что он идет правильным путем и понимает, что пилат, стоящий напротив него и знающий, что есть истина, его все равно не поймет. Или, если даже поймет, то очень не сразу. И он этот факт признает и понимает. И, как мне кажется, пилат очень современный. Он поразительный. Я все время вспоминаю этот жест пилата, когда встречаюсь и беседую с бизнесменами. Вот жест, выражение лица, такую очень специфическую форму самолюбия, которая самолюбия, не нарциссизм совсем. Вас никогда не удивляла вот эта страшная перепутанность смирения и послушания, когда все ужасы революции, гражданской войны, сталинизма, лагерей прошли при равнодушной покорности большинства. У нас есть сайт «Серебряные нити», он по-прежнему называется, в сети интернет. Там, во-первых, есть раздел «Вопросы к доктору», где можно, Данилину, где можно задавать вопросы. Я пусть не сразу, но стараюсь на все отвечать, почти. Во-вторых, я хочу сказать, что он приходит ко мне и говорит, я хочу разобраться в себе. То он на самом деле имеет в виду что-то вроде диагноза. То есть он хочет, чтобы я, некая внешняя сила, сказал ему, кто он такой, в чем смысл его жизни, чтобы я разъяснил ему, его самого, окончательно. И вот точно так же человек хочет разъяснить себя и свою жизнь самому себе окончательно. Ну, я не знаю, там, я, Вася Иванов, работаю слесарем, стремлюсь к максимальному доходу, еще немножко ворую, там, да, вот что-то такое. Построить квадрат, раз и навсегда. Сказать, вот я такой. А я все время вспоминаю, что Михаил Михайлович Бахтин называл человека в своих ранних работах бесконечной функцией. Очень мне нравится это понятие. Бесконечной математической функцией, которой нет конечного результата. Ну, и даже Данте умер много веков тому назад. Некоторого окончательного разъяснения функция Данте, которая в его творчестве, в его трудах, в его словах все еще существует, не находит и никогда не найдет окончательного разъяснения. И каждый будет понимать эту функцию, развивающуюся в мире по имени Данте, по-своему. И человек находит свое счастье в том, чтобы быть окаменелой частицей. Не бывает некого окончательного смысла человеческой жизни. И не бывает некого окончательного человека, как не бывает некого окончательного преступника, окончательного мерзавца, окончательного мудреца и даже окончательного святого. Ну, все знают сюжет, который тут изображен. Это форт Мэддокс Браун Есть гигантское просто количество изображений этого сюжета Где Христос омывает ноги ученикам Этого намывают ноги Петру И Петр у Мэддокса Брауна, на мой взгляд, нечеловечески хорош Просто нечеловечески А если учесть, что у него там У меня такое впечатление, что у него там на майке То есть на халате что-то написано, как сейчас на майке Вообще, что такое христианская свобода И почему, очень просто говоря, Бердяев, софиологи русские Отец Сергий Булгаков Воспринимали христианство как свободу Ну потому что нет никакого окаменелого Бога по имени Иисус Христос Он способен злиться Эпизод со смоковницей, помните? Он понимает, что у Петра есть своё самолюбие И это отчётливо рисует Мэддокс Браун Правда? Ну посмотрите Это очень самолюбивый человек Крепкий орешек действительно Вот и ему, Богу Пришедшему спасти мир Это вот этого Надутые щёки И ни с кем не общаюсь от обиды Что никто этого так и не понял Что я приходил спасать мир А они меня не поняли Абсолютно нет Этого не существует в Иисусе Он как бы Он понимает, что нужно Утешить и так страдающее самолюбие учеников Ведь учение не распространяется Даже по иудее стремительно И как бы охватывая огромное количество людей И для него нет никаких проблем Это сделать Он это делает совершенно искренне И с тщательностью и нежностью слуги Это не способно Для нас это что-то вроде Способность унизить самолюбие Ну во-первых В этих передачах мы выяснили Что так можно унизить не самолюбие А нарциссизм Это просто открытость И неуловимость Нельзя сказать про Христа Вот он такой и такой А он на самом деле Любой Он волна, а не частица Есть волна, способность меняться А мы хотим быть окончательными Отвердеть Замазать все щели замазкой Не пускать в себя Ни любовь, ни боль Ни к людям, ни к абстрактным понятиям И получается Ровно по Бердяеву Вот на этой картинке Смирение Писал Бердяев Не только не противоположно свободе Оно есть акт свободы Никто и ничто на свете Не может принудить меня к смирению Кроме меня самого Лишь через акт свободы Оно приходит Оно всегда Есть приобретение Большей свободы Теперь понятно Примерно о чем я говорю И почему пытаюсь Посвятить Смирению Целую передачу Именно с этой точки зрения Мы с 21 числа Начинаем коротенький цикл тренингов Из пяти занятий Очных в Москве Мы их назвали Смысл жизни И мы правда будем учиться Искать смысл жизни Но вот с этой Свободной Если хотите Смиренной Точки зрения Мы будем искать И талант И призвание Учиться это чувствовать И самое главное Учиться меняться В какую-то сторону Своей неокончательности Если вдруг надумаете То Вся информация у нас есть На первой странице сайта Соответственно И на всякий случай Дам наверное даже телефон Он у нас традиционный И вообще по всем вопросам Нашей очной деятельности И консультации Можно звонить по телефону 8-985-123-01-86 8-985-123-01-86 Вот занятия по смыслу жизни И по превращению Человека из частицы в волну Начнутся 21 числа Участь несмиренного человека Его можно сломать Унижение Это участь человека Который ориентирован Только на внешний мир У него есть самолюбие Которое является На самом деле Чувством нарцисса Замкнутостью на себе А не некоторой концепцией С открытым верхом И вот тогда его можно унизить Или сломать А людей которые имели чувство Внутренней свободы Имели вот это ощущение Присутствия живого Бога Или бесконечного Бессознательного В котором они что-то могут изменить Как-то проявить Эту свою собственную свободу Даже в условиях тюрьмы Или лагеря Эти люди Не переживали Того чувства Вообще Которое называется Чувством унижения Потому что В чистом виде Чувство унижения Это чувство раба Ну кто-то что-то Обо мне сказал Ах как меня унизили Я подаю в суд Это очень просто понять За этим занятием Вот Судами Вокруг собственного унижения Можно провести Всю жизнь Вместо того Чтобы что-то Создать Для того Чтобы В будущем Люди не имели возможности Например унижать Друг друга И поэтому Это чувство Унижения Так важно Когда человек Имеет То Что я пытаюсь Назвать Самолюбием Или смирением Открытой концепцией Человеческой жизни Ну наверное Человек может испытать Унижение Или неловкость В каких-то Чисто физикальных Ситуациях Но По крайней мере Вот сломить его Как жесткий тростник Нельзя И Махатма Ганди Это Продемонстрировал Лучше многих христиан К сожалению И поэтому Как ни странно Как ни осуждает Катя Сафонова Бердяева Он во многом Оказался прав Вот Если позволите Простите меня За столь краткое Обсуждение Унижения То Это все Предложенный Владимиру Владимировичу Путину Закон о российской нации Так называемый Был им одобрен И принят В разработку Парламентариями Это попытка Заняться Национальным Строительством В стране И создать Некую Не русскую Национальность А российскую Нацию Вот Это тема Следующего эфира Если позволите У нас есть Сайт Серебряные нити Он по прежнему Называется В сети интернет Там Во-первых Есть раздел Вопросы к доктору Где можно Данилину Где можно Задавать вопросы Я пусть не сразу Но стараюсь На все отвечать Почти Там есть раздел Видеоэфира И там есть Предложение Темы Поэтому Если вот что-то Что сегодня Звучало Вас заинтересовало Я стараюсь Выполнять Все внятные Просьбы Которые там Прозвучали О законе О единстве нации И о том Что нужно сделать Или понять Для того Чтобы нация Стала единой Будем говорить В следующий Вторник Спасибо всем большое Спокойной ночи